Эфир телеканала ННТ продолжат новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска по традиции небольшой анонс главных тем. Сироты без жилья. Почему очередники из Махачкалы не смогли получить долгожданные квадратные метры, смотрите через минуту. Стенка на стенку и стрельба. Полиция Дагестана выяснила подробности массовой драки подростка во дворе одной из столичных школ. Слово «Дагестан» они произносят с любовью и трепетом. О наших земляках, которых в далекие годы судьба забросила в одну из турецких провинций, смотрите в обзорном сюжете «Хатимат Ханаповой». Сергей Меликов поручил создать новую топливную ассоциацию. Об этом сообщает официальный сайт администрации главы и правительства республики. Решение было принято из-за резкого роста цен на бензин за последние дни. Для успешной работы новая организация руководитель республики порекомендовал привлечь к ее работе как можно больше участников из топливной отрасли, а также создать площадки в социальных сетях и открыть горячую линию. Ищите квартиры сами. Махачкалинские сироты могут остаться без жилья. Об этом сообщает Народный фронт Дагестана. Согласно информации из официального телеграм-канала общественной организации, администрация города предложила очередникам самостоятельно искать однокомнатные квартиры за 2 миллиона 175 тысяч рублей, так как не смогла договориться с подрядчиками о покупке жилья. При этом средняя рыночная стоимость однушки в столице республики составляет 3,5 миллиона рублей. Остается непонятным, почему при формировании бюджета не был учтен реальный рост цен на рынке. Я убила неделю на две на поиске, мне болели глаза, я очень хотела потратить сертификат. Как будто на нас часть обязанностей переложили квартиры, вы ищите сами. Сумма маленькая, она может благоустроенная жилье. Ну, я думаю, 3,5 миллиона. Если администрация проведет служебную проверку, я думаю, они сами выявят, что есть какие-то недочеты. Народный фронт обратился в правительство республики с просьбой проиндексировать сумму на покупку жилья с учетом роста цен. Полиция Дагестана проводит проверку по факту инцидента, произошедшего накануне между школьниками в Махачкале. По имеющейся информации, конфликт между подростками из потасовки перерос стрельбу, предположительно, из травматического оружия. Причиной всего стал личный конфликт двух молодых людей. Одному из которых не понравилось, что другой пишет его сестре. На встречу для выяснения отношений каждый пришел со своей группой поддержки и началась массовая драка. Смотри, смотри на него, смотри, 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 еще другой тоже на него, и когда нападает на нас, он не сможет коней. Как сообщает МВД региона, с участниками потасовки и их родителями уже проведена профилактическая беседа. Также в отношении подростков составлены 16 административных протоколов. Находясь вдали от родины, они сохранили доброе имя Дагестана, ставшее здесь синонимом красивой культуры и высокой порядочности. Горцы с берегов Анатолии сделали многое для того, чтобы имя страны гор звучало гордо и ассоциировалось прежде всего с позитивом, литературой, культурой, искусством, добрыми делами и верным словом. О том, как родное сохранилось вдалеке в своем обзорном сюжете, об одной из турецких провинций расскажет Патимат Ханапова. Мы в Гюникёй, в дагестанском селе, расположенном в Турции. Здесь кавказские семьи обосновались более 140 лет назад. Местные жители, оторванные от родных земель, на протяжении десятков лет сохраняют свои традиции и обычаи. Живописная, окруженная холмами и лесами. Местность, которую выбрали переселенцы из Дагестана еще в далекие 1870-е годы, завораживает своей красотой. Здесь проживают более тысячи человек. Еще со времен основания этого поселения известно как Малый Дагестан. Во всей Турции Гюникой – это деревня, которая вносит самый большой и неоценимый вклад в сохранение и развитие кавказской культуры. Здесь бережно относятся к своим истокам и к исторической родине. Население Гюникой составляют дагестанцы преимущественно аварского происхождения. Наряду с ними в селении проживают лесгины и даргинцы. Деревня была основана шейхом Мухаммадом Медини во время миграции дагестанцев на османские земли. Я прямой потомок Мухаммада Медини, основателя села. Это место для нас очень ценно. Мы благодарим дедов, что они основались именно на этой территории. Культуру тоже они сберегли и передали нам из поколения в поколение. Правда, на родном языке молодежь уже мало разговаривает, но еду традиционную любят все. Бабуля с дедом переехали сюда. Они турецким не владели, разговаривали на аварском. Они пели нам песни, и мы выучили родной язык благодаря им. Я очень полюбил эти мотивы. Хотите, даже вам прочитаю. Сквозь пять поколений горцы из Анатолии сохранили дагестанский характер, дух и традиции гостеприимства. Воплощение этих качеств Бедия Яман. В этом году ей исполняется 98 лет. Такие долгожители, кстати, в селе не редкость. Бедия признается, что ни разу не была в Дагестане, но душа всегда тянется. Мама моя посещала Дагестан. Там у нее оставались родные братья и сестры. Тогда я тоже хотела с ней поехать погостить, но я была замужем уже тогда, и муж не разрешил. Сейчас я уже старая, но все равно хочется посетить Дагестан. Попадая сюда, ощущение, что ты в другой стране, вдали от родины, сразу же исчезает. Настолько родная и знакомая атмосфера, будто оказалась об одном из аулов Дагестана. Знакомый аварский язык здесь звучит в каждом доме. Правда, говорят на нем в большинстве своем старшее поколение. Любовь к хинкалу тут у многих в крови. Хозяйка мясного кафе Хальме рассказывает, несмотря на огромное количество разнообразных рецептов, особое место занимает все же блюдо из теста. Мы стараемся здесь сохранить свою культуру. Очень любим национальную еду. Курзе, чуду. Что сейчас я и готовлю. Все эти рецепты передали нам наши предки, и мы бережно храним их для последующих поколений. В день, говорят хозяева, кафе в среднем посещают около 50 человек. Это туристы, сами местные жители. Это кафе мы открыли где-то 2-3 месяца назад. Многим нравится кавказская еда. Да я и сама очень люблю традиционные блюда. Хинкалы, лепешки из муки ржаной, кукурузной, дагестанскую халву. Все это мы до сих пор здесь готовим. Все мои дети тут живут. Однако там, в Дагестане, у нас очень много родственников. Мы поддерживаем связь. Они часто гостят у нас. Портреты имама Шамиля, живописные пейзажи, картины с горцами. Мурат Кен 7 лет занимался изготовлением кораблей. 22 года проработал на порту в Мармаресе. Как вышел на пенсию, приехал в деревню и занялся плотничеством. Эту мастерскую я назвал в честь своего друга покойного Тунча. Это фото с ним для меня очень ценно. Это память как о нем, так и о Дагестане. Он успел побыть на исторической родине. Я пока еще, к сожалению, нет. То времени не хватает, то разные обстоятельства. Очень хочу попасть в дом деда. В каждой работе национальный колорит. Самурат, этнический дагестанец, предки села Кикуни, правнук шейха Мухаммада Медине. Очень много людей из России посещают мою мастерскую. В основном гости из Кавказа, Татарстана. Кто приезжает посетить наше село, обязательно заглянут ко мне. В мастерской мы учим детей к различным ремеслам. Много студентов из университетов тоже заглядывают на практику сюда. Все, что здесь находится, это частичка воспоминаний. Это дороже, чем деньги. Многие хотят купить некоторые изделия, но я это не продаю. Приобщает гюникёйцев к искусству и шебнем Алтунтаса. Благодаря ей писать картины умеет чуть ли не каждый второй местный житель. Приходит сюда от мала до велика. Во время пандемии нам пришлось переехать в Гнейкой. Здесь родилась моя мама. Мы тоже этнические дагестанцы. Я 18 лет преподавала рисование в Стамбуле. Во время эпидемии коронавируса мы переехали сюда. И уезжать уже не захотели. Здесь так спокойно и душевно. Местные женщины, узнав, что я остаюсь, попросили открыть курсы изобразительного искусства. Я с удовольствием поддержала эту инициативу. Нас интересуют кавказские мотивы. Мы стараемся затрагивать в наших работах историю, быт и культуру предков. В целом Гюникё – олицетворение места, где гармонично сочетается прошлое и настоящее. Только здесь можно встретить сначала Ослика, а потом в трех метрах от него суперсовременный автомобиль от компании Тысла. Наша республика для турецких дагестанцев больше, чем историческая родина. Это слово местные жители произносят вдохновенно, как молитву. Почти все они хотят посетить нашу республику. И удивителен тот факт, что портреты Мамашамиля и других известных дагестанцев встречаются тут порой чаще, чем на родине. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Юникёй, Турция. Накануне в здании Муфтиата Дагестана состоялась встреча представителей газеты «Ас-Салан» с имамами мечети города Махачкалы. В ходе собрания говорили о важности просветительской работы среди населения. Руководитель отдела распространения периодической печати Мухаммад Нур Ибрагимханов рассказал о начале подписной кампании на 2024 год. В этой связи председатель Совета имамов столицы Мухаммад Ариф Сиражудинов призвал религиозных деятелей принять в деле распространения «Доброй газеты» активное участие. Яркая и запоминающаяся речь – мечта любого спикера. Этого сразу не добьешься, но не все так сложно. В Махачкале прошел бесплатный обучающий курс «Ораторское искусство для самозанятых». Проводила его спикер по ораторскому мастерству и самопрезентациям Юлия Деброва. На тренинге говорилось о том, что ораторское мастерство помогает выработать необходимые навыки для того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно. Научиться проявлять гибкость в подаче информации – это тоже особое умение, отметила ведущая мастер-класса. «Авторский курс Юлии Дебровой – это курс не просто про голос, это про подачу, про уверенность и про коммуникации. Мы создали и собрали лучшую команду спикеров по уверенному голосу, потому что мы понимаем, что страх публичных выступлений сейчас стоит на первом месте среди других страхов. И поэтому, когда мы говорим «красивый голос», мы говорим «уверенный», и здесь мы привлекаем работу спикеров. В нашу команду мы включили самых лучших спикеров и ораторов, которые могли бы поработать над уверенной речью наших учеников. Это возможность себя проверить на настоящей сцене, потому что только там ты сталкиваешься именно с этим страхом. Поэтому в качестве одного из занятий мы включили локацию театр, где наши студенты именно на сцене перед большой аудиторией себя испытывают, пробуя говорить красиво и уверенно. Каспийск. На этих же соревнованиях в прошлом году успех сопутствовало команде из Дагестана. Боец Мансур Малачиев узнал имя своего нового соперника. 6 октября на турнире One Championship дагестанский микс-файтер сразится с экс-обладателем титулов наилегчайшем дивизионе филипинцем Джошуа Пасио. Спортсмен из столичного клуба Universal Fighters находится на пятой строчке рейтинга. Профессиональный рекорд Малачиева составляет 11 побед и ни одного поражения. В своем дебютном бою One Championship в июне 2023 года он одержал досрочную победу над Джереми Миадо в первом раунде. Успех в поединке с Пасио может приблизить Малачиева к титульному бою с Джаредом Бруксом. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас также и в социальных сетях. В студии для вас работала была Ахмедова. Всего доброго, хороших вам новостей и до новых встреч в эфире.